Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 3 июня 2022 года, 5 часов утра, на улице 20 градусов тепла. Ещё такого не было никогда, чтобы 3 июня было 20 градусов тепла ночью. В прошлом году было плюс 6. Хочу сделать небольшой обзор огорода. Вот сажала я в этом году черешню с большим трудом, но проживается. Очень сильно болеет. Так, сегодня я уже закончу посадку своего огорода, кроме кабачков. Здесь у меня сидит тыква разных сортов у забора подсолнухи. Здесь у меня сидит дыни, 3 грядки. Не знаю, как они зайдут. Здесь у меня цветут ягоды. Ремонтантная клубника. Вот только прополола недавно. И опять всё заросло, потому что идут, идут дожди. А эти вот помидоры высаживала где-то 25 или 27-го. Бедолаги, надо их вырвать и выбросить, а посадить здесь подсолнухи. Толку будет больше. Очень вымученные, замёрзли, потому что холодную погоду высаживала. Вот так у нас всё. Ягодки будем кушать. И здесь вот погибли мои помидоры. Тоже надо вырвать, с них толку не будет. И выбросить. Но огород полил очень хорошо. Очень вот чистотел у меня сидит, зацветает. Когда зацветёт, обрежу его, посушу. На зиму мне хватит парить ноги. Так, здесь никак не посею укроп. Так, ягодки усы. Выпускают это обыкновенная, простая у меня ягода. Видите, лужи. Ночь лил, была гроза, но не сильно. Так, вот здесь вот такая красота у нас. Силы набираются. Это осенью рассаживала. Земку луника у меня, конечно, в этом году не очень. Не очень. Вот мы с вами обливали ягоды марганцовкой. Ничего с ними не случилось. Всё нормально. Не спалило. Ничего. Так вот. У нас лилии силы набирают. Взошли мои дыни. Так, арбузики не видно. Чего-то арбузики дольше сходят, что сын покупал жёлтые. А дыни свои семена, ест свои семена щёткой. Как села, так и взошли. Может, пересажу куда-нибудь их. Так, розочка у меня силы тоже набирает. Вот так, всё. Пять часов утра. Мне не спится. Вот скоро зацветёт мой пион бордовый. Три дня цветёт. Но красота необыкновенная. Так, насчёт малины. Поклон Казакову. Когда покупала, мне хозяин говорил, не даёт она побегов. Посмотрите, сколько она мне надавала в этом году. И это всё вырастет и будет давать урожай. Рассаживать уже нет смысла. Поздно. Может, не прижиться. Пускай здесь будут у меня заросли. Я потом осенью рассажу. Сделаю специально грядку для поклон Казакову. Где-то там найду место. Земли много. Ну, скоро будем кушать ягодки. Недели через три. И чеснок хоть и жёлтый, но наливается. Вот чеснок. Восстановится погода. Буду поливать чеснок тоже этим. Короче, поняли. И лук. И лук. Не проснулась ещё. Тут начала моя зеленушка потихоньку сходить. Салатик взошёл. А это вот моя цветная капуста взошла. В середине июня буду её высаживать. Подрастёт сантиметров на пять. Марганцовкой вспомнил. Марганцовкой буду обливать и лук, и чеснок. Китайский чеснок. Так, ладно. Капуста у меня вся хорошо прижилась. Благодаря дождям. У нас всё дожди и дожди. Моя яблоночка три раза обрабатывала ядом. Но вроде бы здоровая. Хорошо, слава богу. Сходит моя картошечка потихонечку. Это вот у нас всё картошка сидит. Плантация такая, ладно, небольшая. Ну, так, буду замораживать лук с лизун. Уберу вот этот куст. Вот тот. По одной штучке посажу. И потом попозже немножко вот этот куст и тот уберу, заморожу. Один на еду оставлю. Видите, я рассаживала с лизун. Вот, картошечка сходит. Просохнет, нужно будет браться полоть. Вот, я пересаживала с лизун. И, знаете, он у меня уже начал куститься. По одной штучке я всего сажала. Да, вот вы посмотрите, как быстро нарастает на нём. Ну, ладно. Ягодки здесь нормально. Всё тоже обрабатывала марганцовкой. Вот, картошечка хорошо зашла. С понедельника нужно полоть. Обязательно. И слегка преокучу, не знаю. По центру не буду окучивать. Не знаю. В прошлом году я не окучивала. Прекрасная картошка была. Это, знаете, грядками сделано. Здесь только грядки попортишь, и всё. Прополю пару раз. Оболью от жуков, и всё. Здесь картошечка тоже сходит. Здесь мне капустка прижилась. Сорт уже забыла, какой. Нормально. Здесь у меня сидит картошечка. Здесь гороху зашёл. Нужно ещё горошка посадить. Здесь тоже сеяла горох. Здесь капуста прижилась. Так, посмотрим, пойдём мои саженцы, которые я выращивала с этой... Вон, обрезала ежевику. Живы. Живы. Вот они пошли побеги. Живы. А три саженца отдала куме. Забыла у неё спросить. Вчера помидоры ей давала рассаду. Забыла спросить, прижились или нет. Ну, а здесь полоть надо. Здесь бурьян. Здесь у меня земляника. Сидит вместе с батуном. Ну, конечно, батун я ещё буду рядить. Такие дебри оставлять я не буду. Так, уже начал отцветать мой красавчик. А этот его лук зацветает. Он такой чесночный укус у нём. Этот красавчик подцветёт ещё несколько ревень, ещё несколько дней. Как начнёт осыпаться, я под корешок обрежу эти цветы. А вот, видите, был буран и мою эту грушу. Грушу чё же она так наклонила, бедненькая. Такая, как её потрепала. Надо, я не знаю, что мне с ней придумать. Она ж была ровно-ровно стояла, как берёзка. А это что-то непонятное. Надо или макушки обрезать, чтобы она по бокам пустила побеги. Так, здесь у меня взошли кабачки. В одном только месте не взошли. Сажала чёрный красавец, кабачок. Вот здесь не взошли. Нужно посадить другие. А здесь взошли. Ладно, достаточно будет. Здесь надо на этом месте посадить кабачки. Вместо цветов будут. Вот, скоро распустятся мои белые, белые ирисы. Но что интересно, когда мне их дали, они были чисто-чисто белые. Когда они у меня прижили, стали разрастаться, они у меня стали жёлтые. Почему? Так как вот все ирисы были светло-голубые, голубые и синие, все стали синими. Загадка. Заболела моя смородина. Не знаю почему. Обливала два раза. Попробую немножко содой полить. Прямо жалко смородину. Обливала одинаково. И крыжевник. С крыжевником ничего. Или с крыжонком. Это чувствовать нормально. Вот этого была очень сильно больная у меня смородина. Её вылечила. Нормальные листочки. Кружевник нормальный. А вот эта смородина, которая начала плодоносить, она у меня заболела. Осталось у меня, дорогие друзья, две грядки. Здесь я высажу помидоры. Наверное, штук 80 будет. А здесь я посажу огурцы. Потом из теплицы перенесу на улицу арбузики. Там что-то и не место не идёт. И кабачки в конце. А здесь вот всё-таки придётся мне сантиметра на 50 раскопать и посадить подсолнухи. Кукуруза у меня закончилась. А может быть, взойдёт. Пойдём посмотрим. Взойдёт. Ой, как красиво. Взошла мне кукуруза или нет? Если взошла, значит, рассаду пересажу туда. Пол шестого уже сейчас. Это, знаете, прелесть. А то час, наверное, ходить. А вот туман какой. Час, наверное, ходить и не уходить с огорода. И с вами болтать. Видите, как орех у меня распустился из косточки. Дождики пошли прям сильно. Какой красавчик силы набрал. А вот кукурузы что-то моей ещё и не видно. Не всходит. У меня всегда чего-то стало проблематично. Всходить кукуруза, морковь тоже не видно. Смешивала с вами. Трава растёт, моркови не видно. Может, ещё рано. А чем, если не взойдёт она? А чем её отсаживать? До 12 июня можно ещё сеять морковь. Ну ладно, пойдём, сходим ещё посмотрим. Второй куст ореха из косточки выращенный. И вот он из косточки. Нужно пообрезать тоже. Сидит так для красоты. Сейчас второй глянем. Неизвестно, когда дожди прекратятся, но то, что полоть, вот не влезешь. Вот это моя спаржа. Я думала, она погибла. Нет, она жива, отошла. Жива. А, и тут, посмотрите, как тепло стало. И как, раз это самое, он, орех пошёл. В этом году уже пошёл хорошо. Так, здесь и лучок батон у меня, что оставался, тоже пошёл хорошо. Нужно заморозить это всё, посрывать. Ну вот и всё, мои дорогие друзья. Заходите в гости, как всегда буду вам рада. Сделали обход с вами в 5 часов утра. Пока.